Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральных и региональных проектов по различным направлениям. Преображение дворов и зон отдыха, капитальный ремонт образовательных учреждений и многое другого. Какие-то из них уже в текущем году выполнены, другие будут сданы в скором времени. Некоторые объекты в городе Карачаевске посетили руководитель Республиканского народного собрания Александр Иванов и зампредправительства Евгений Гордиенко. Подробности в сюжете Артура МХЦ. Парк – как излюбленное место проведения горжанами своего свободного времени. Таким виделся дизайнером «Зелёный остров Карачаевска» на момент подачи заявки на конкурс среди малых городов. Победа в нём позволила воплотить в реальность все задумки. На днях парк был сдан в эксплуатацию. А теперь посмотреть на выполненные в рамках национального и партийного проектов работы приехали руководители Регионального народного собрания Александр Иванов и зампредправительства Евгений Гордиенко. «Комфортная городская среда» – этот проект выиграл конкурс среди малых городов. Он был отмечен вице-премьером Хуснулиным, как один из успешных проектов, которые реализованы в этой области. Ну и сами вы видите, что сегодня, насколько преображается городская среда в городе Карачаевске, людям можно комфортно находиться и заниматься досугом. Было предусмотрено государственное частное партнёрство. Государство со своей стороны предоставило финансовые средства для реализации этого парка. А частные инвесторы должны были здесь и кафе организовать, и места досуга. Сегодня мы видим, что это реализуется и в ближайшее время откроет двери для своих посетителей. Реализация данного проекта в первую очередь стала возможной благодаря поддержке главы Карачаева Черкесской Республики. И вот сами видите уже окончательную реализацию. На самом деле данное место становится излюбленным для жителей и гостей города Карачаевска. Представители руководства республики осмотрели благоустроенную территорию и оценили качество выполненных работ, отметив важность участия Карачаево-Черкесии в федеральных программах. Ведь это позволяет преобразить те объекты, которые необходимы для физического, образовательного и духовного развития населения. Так, очередным местом посещения стала 5-я школа Карачаевска, построенная почти сотню лет назад. У нас имеется два корпуса, но это основной корпус. Корпус этот, мощность школы рассчитана где-то на 250 человек, второй корпус на 200, и в общем оно составляет 450. Но в этом основном здании у нас запланировано и занимались 5-11 классы. А во втором корпусе это младшие школьники. В одном из корпусов занятия начнутся совсем скоро. В настоящее время подрядчики, можно сказать, наводят марафет. Собирают и устанавливают мебель в классах, проверяют готовность коммуникаций. Как отметили проверяющие, в Карачаево-Черкесии ежегодно удается капитально отремонтировать примерно по 25 образовательных организаций. Артур Мухцель и Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.